Сочинские ушуисты Время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Конечно же, спортивная столица мира, город Сочи, славится не только ушуистами. Местные спортсмены прославляют курорт во многих видах спорта. Юным сочинцам есть с кого брать пример. Одним словом, девиз сочинской молодежи – быть спортивным и здоровым – это модно. Об очередных достижениях сочинских атлетов мы поговорим на примере спортивной школы Олимпийского резерва номер 2. Наш ГУС сегодня – директор этого учреждения, мастер спорта России, спортивный судья всероссийской категории по художественной гимнастике Василиса Тодоренко. Здравствуйте, Василиса Александровна. Здравствуйте. Вы работаете в спорткомплексе под звучным названием «Урожай». Так каков же спортивный урожай спортшколы за этот год? У нас очень большой урожай в этом году и в художественной гимнастике, и в ушу. Нас ушуисты порадовали. В общем, вообще с тех пор, как мы стали работать в этом комплексе, наши результаты с каждым годом все выше и выше. То есть в спортшколе номер 2 две секции, два направления? Да, совершенно верно. Это художественная гимнастика, ушу. Но ушу, они тоже работают по двум направлениям. Это традиционный ушу и спортивный ушу. Действительно, сочинские ушуисты очень громко о себе заявляют на всех турнирах. И, насколько я знаю, такой прорыв стал возможным благодаря переезду в Сочи целой команды тренеров. Ну, команда, наверное, это приехал один тренер вместе со своими воспитанниками. Это была Екатерина Алексеевна Мухаданова. Они приехали, наверное, в 2010 году. Я еще не работала директором в этой школе. Вот сейчас Екатерина Алексеевна преподает вместе со своим воспитанником Павлом Макаровым. И вот достаточно высокие результаты. Результаты все выше и выше. Ну, наверное, сочинские ушуисты скажут, что у них тоже очень высокие результаты были и до этого. Наверное, все знают Евгения Чувалова, который начинал ушу в Сочи. Это было еще в 90-е годы, еще когда я сама училась в английской школе. Я помню, как много деток там ходила, занималась. И высокие результаты в ушу в Сочи. Это, видимо, традиция такая. Город способствует либо людям очень нравится этот вид спорта. Это, на самом деле, очень хороший. Детки могут там с 5-4 лет заниматься. Это действительно оздоровление. Тут нету никаких травм, потому что они выполняют вот эти боевые все приемы, но они с воображаемым противником. В общем-то, это очень близко, наверное, к художественной гимнастике. Это тоже выступление. Но для этого, конечно, развивают все необходимые качества для боя. Ну а можем мы сказать, перечислить победы, успехи за этот год? У нас очень хорошо ребята выступали. Вообще в Сочи в этом году на базе Югспорта мы проводили сначала городские соревнования, а потом был первенство и чемпионат Южного федерального округа, где наши спортсмены очень хорошо выступили. По результатам этих соревнований они попали на первенство России. И благодаря, наверное, такой возможности, они вот в зал Югспорта, он подразумевает, наверное, что все сборные России там тренируются. И вот наши спортсмены тоже там показали очень высокие результаты. Далее они поехали на чемпионат Европы. Вот в этом году у нас, наш же тренер, он и воспитанник Екатерина Алексеевна, и Павел Макаров стал серебряным призером. Выиграл золото на первенстве Европы. Это было в Грузии. Ну, получается, он постарше выступал в чемпионате, он участвовал в чемпионате. И хорошо выступили Харахорди Назлада, Юрата Сарварова. Вообще девочка начинала с художественной гимнастики, потом она перешла на ушу, и вот сейчас очень талантливо себя проявляет в этом виде спорта. Действительно, соревнования ушуистов достаточно зрелищные. Ход одних из последних мы освещали в наших новостях. И вот один из сюжетов. Традиционно спортивный подготовительный сезон завершается подобного уровня с соревнованиями. Первенство города Сочи по ушу – это как отчет о проделанной работе за год. Показать своим родителям, друзьям все, чему обучились за этот период. Вначале на ковер выходят самые юные спортсмены. Возраст участников у нас 6 лет, группа 6-8 лет, 9-11, 12-14, 15-17 и взрослые спортсмены. Выполняют виды ушу, ушу-талу и традиционные виды ушу. Оценки обычно выставляются за сложность движений, четкость их выполнения, а еще и за театральность исполнения. Григорий Гвашов в ушу не новичок. Пять лет упорных тренировок принесли свои результаты. В этом году я выступала на чемпионате России, стала двукратным чемпионом России. Перед этим я выступала на чемпионате Южного федерального округа, стал там трехкратным чемпионом. В прошлом году я выступала на спортивной Европе, я там тоже победил. Сочинские спортсмены вошли в сборную Южного федерального округа. В чемпионатах по традиционным видам ушу они привезли 8 медалей, 4 из которых золотые. Сами ребята признаются, выбирают ушу за то, что этот вид спорта красивый, с добавлением акробатических элементов, неконтактный, значит менее травматичный. Более всего учит умению защищаться. В художественной гимнастике тоже есть чем похвастаться, чего стоит одна Ирина Аненкова. Расскажите о наших звездочках спортивных. Есть у нас вообще такие? Очень хочется, чтобы в городе, конечно, знали, что это первая, наверное, в художественной гимнастике и в нашем городе. Это олимпийская чемпионка детских и юношеских игр. Ирина готовилась в Сочи, она сочинка, она здесь родилась, все время тренировалась. Начинали мы в ДЮС США 2. Как открыли в департаменте спорта художественную гимнастику, мы перешли в это учреждение, директором которого я сейчас и являюсь. То есть Ира занимается, с тренерами сборной занималась. Сейчас у нее в прошлом году была травма, к сожалению, она не выступала на чемпионате России 2016 года. Но вот в этом году она уже восстановилась. Было два хороших международных турнира, это в Барселоне и в Портимау, где она показала лучшие результаты, участвуя наравне с членами сборной России. На одном турнире она завоевала два золота, это в Портимау, выиграв там ленту и обруч. На другом турнире она очень хорошо выступила в обруче, в мече, это Барселона, который закончился вот в конце мая, был 26-27 мая, проходил в Барселоне. Ну, сейчас она является хорошим примером, наверное, для юных гимнасток. Проводит ли она мастер-классы, может быть, показательные выступления? Ну вот зимой у нас были наши соревнования, рождественские каникулы, после которых Ирина проводила мастер-класс. В этом году, кстати, в Сочи такое будет рождение чемпионки, это будет спектакль на Адлер-арене. Ну, и Ирина вроде планируем тоже, чтобы Ирина там выступала в этом шоу. Но это, кто не знает, Рита Мамон, это олимпийская чемпионка, которая в прошлом году выиграла чемпионат России, который тоже проходил в Сочи, в юг спорте. Как-то знаменательно, что в Сочи дает выход на такой высокий уровень, на олимп дети поднимаются и в юношеском спорте, и во взрослом. 27-го закончились всероссийские соревнования на Кубок Ставропольского телевидения. У нас Анастасия Пимахова стала второй и в многоборье, и в финалах. Было очень много участниц, 110 участниц было по кандидатам в мастера спорта. Анастасия Запашина заняла 5-е место, еще и стала плюс мисс турнира. Ей подарили такой большой кубок хрустальный. Но это вот второй год подряд Насте Запашиной очень нравится, и ей присуждают этот приз. Это гимнастка 2003-го года, а Настя Епимахова, она 2002-го. Эти гимнастки у нас входят в сборную Краснодарского края и принимают участие уже за край на всероссийских соревнованиях. В этом году, кстати, вместе с Ираненковой они ездили в Портимао, в Португалию, где Настя Епимахова в многоборье тоже была второй, а она выиграла всех достоинств медалей. У нее было золото в обруче, в ленте у нее было серебро, и в булавах она была бронзовым призером. То есть она вернулась в Сочи со всем комплектом медалей. Спорт для Краснодарского края – это вообще отдельная статья. Спортивная база беспрерывно разбивается как в городах, так и в станицах. А в Сочи так вообще после Олимпиады заработали самые неожиданные спортивные секции. И давайте посмотрим видео сюжета о возможностях спортивной отрасли нашего региона. Тренировки по 5 часов, 6 дней в неделю. В этом секрет успеха Дарья Скрипник. В свои 16 девушка уже мастер спорта международного класса и чемпионка первенства Европы по спортивной гимнастике. На тренировочный мат вышла раньше, чем пошла в школу. Ей тогда едва исполнилось 5 лет, а сегодня уже не может представить свою жизнь без гимнастических снарядов. Любовь к спорту ей с самого детства прививали не только родители, но и учителя. Очень сложно бывает иногда перебороть себя. Своё упрямство, например, когда тренер ругается, а у тебя не получается и хочется сказать «всё, надоело». Заслуга тренера, возможно, научить и иногда даже заставить ребёнка делать что-то, когда он отказывается. Тренировочной базой для многих нынешних и будущих олимпийских спортсменов стал спорткомплекс «Чемпион». 13 больших залов для занятий борьбой, боксом, гимнастикой, акробатикой, фехтованием. В каждом современное оборудование и инвентарь. Здесь никогда не бывает пусто, говорят тренеры. От желающих заниматься спортом просто отбоя нет. У нас вечером, если прийти сюда на набор детей, у нас здесь вступить некуда. Здесь очень много и девочек, и мальчиков. То есть идут очень и с удовольствием идут. «Чемпион» – это лишь одна из тренировочных площадок большого города спорта, показывает макет президенту губернатор Краснодарского края. Рядом баскет-холл, домашняя арена команды «Локомотив Кубань». Большой ледовый дворец, где тренируются фигуристы и хоккеисты. По соседству возведён фундамент ещё одного комплекса по водным видам спорта. По проекту там четыре бассейна, где смогут проходить соревнования по плаванию. Но ставку власти региона делают в первую очередь на развитие спорта в небольших городах и станицах. Этот огромный город спорта сам по себе не будет настолько эффективен, если не будет региона создана система физического культуры и спорта в целом. То есть со спорта пешей доступности в районах, где живут люди, начинается сам спорт. Сегодня у нас принципиально важно, что мы создали в районах 282 школы спортивные. Кроме того, у нас каждая школа, только образовательная, имеет спортивный клуб. Этот клуб возглавляет учитель физкультуры. Ему мы доплачиваем то, что он возглавляет. Помимо того, спортивный зал школы работает до 22.00. То есть дети, которые живут вокруг, это на самом деле самое быстрое место дойти, чтобы заниматься спортом. Они в пешей доступности могут дойти. Это вот те ручейки, которые по большому счёту образовываются на спорт высоких достижений. Город спорта уже сегодня главный центр в крае по подготовке Олимпийского резерва. Здесь ежедневно занимается больше двух тысяч детей. Президент побывал на тренировке у боксёров, а после заглянул к самым маленьким спортсменам. В зале гимнастики они только начинают делать свои первые шаги. Но выдержка видна уже невооружённым взглядом. Что глава государства сказал этим ребятам и что пожелал, наверное, останется их маленьким секретом. Но эту встречу они уж точно не забудут. Очень сильно многое ждал. Очень-очень-очень. И как? Впечатления? Бомбанское. Руки и ноги всё трясутся. От олимпийских видов спорта перешли к игровым. Президенту показывают футбольное будущее Кубани, а может и всей страны. На площадке одной из крупнейших детских спортивных школ Европы. Глава государства вместе с руководителем Международной федерации футбола и губернатором края побывали на тренировке воспитанников школы ФК Краснодар. Это какой класс? Седьмой и шестой. Какой класс? Седьмой и шестой. То есть ты учишься здесь, да? Да. И учиться нравится футбол? Да. Всё нравится. Счастливый вид. Всех хороших. Это уже не первое знакомство Владимира Путина со спортивными объектами Краснодара. В городских тренировочных залах его уже встречали, правда, тогда в статусе премьер-министра страны. Было это за тысячу дней до Сочинской Олимпиады, когда вся Кубань и вся страна, казалось, переживает спортивный бум. Символично, что сегодняшний совет по развитию физической культуры президент Владимир Путин проводит спустя чуть более тысячи дней, но уже после больших зимних игр. За последние три года количество мальчишек и девчонок в секциях края увеличилось в разы. Вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой стало модно. Но чтобы вырастить конкурентоспособных атлетов, необходимо обеспечить непрерывность подготовки, считает Владимир Путин. От секций в школах до спортивных вузов. А тех, кто выделился, важно вовремя поощрить. В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне. Это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших. Средства на эти цели надо изыскать, в том числе за счет сокращения финансирования. Я уже об этом говорил неоднократно. Профессионального спорта, по всякому случаю по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются, направляются очень большие и не всегда обоснованно. В составе сборных команд страны сегодня около тысячи спортсменов из Краснодарского края. Но потенциал у региона больше. В качестве примера Вениамин Кондратьев приводит краснодарских футболистов. Футбол для нашего региона – это базовый вид спорта. И вы сегодня тоже были на базе футбольного клуба «Краснодар», где 10 тысяч сегодня мальчишек занимаются спортом. 10 тысяч. Я не говорю про краевую школу футбола. И что хотелось бы, чтобы у них была перспектива, у этих мальчишек. Дело в том, что на самом деле они должны быть востребованными, в том числе и нашими спортивными клубами, и нашей сборной. И, конечно, можно через них возразить и сказать, что они должны быть талантливы. Безусловно, но можно с ними возиться, а можно купить легионера. Тогда, конечно, никакой возможности, чтобы наши мальчишки выросли. Больших звезд уже нет. Поэтому можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение в российском футболе. Сто процентное. Спасибо. Правильно, согласен. Растить нужно не только спортсменов, но и тренеров. Ведь за каждым олимпийским чемпионом стоит наставник. А это должны быть квалифицированные и подготовленные люди. Так, как это делают в Краснодарском крае, приводит пример Виталий Мутко. Заявка наша за государственный заказ на 6 тысяч специалистов, которые мы бесплатно готовим. Задача надо, чтобы все мы не просто сегодня говорили о каких-то серьезных вещах, чтобы в том числе и федерации заказывали себе таких специалистов и тренеров. Заказывали. И то, чтобы делали это регионы. То, что делает Краснодарский край, у него свой контракт с Академией. Он заказывает 50 специалистов в области спорта на базе Академии. Они и у него готовятся. Под спорьем в отборе талантливых спортсменов будут спартакиады, отметил Путин. Это должно быть яркое общенациональное событие. Напомню, что еще в 2013 году мы приняли решение о проведении летних и зимних всероссийских спартакиад по дисциплинам, входящим в олимпийскую и паралимпийскую программы. Однако это решение так и не было до конца реализовано на практике, хотя все возможности для этого есть. Мы предприняли скромные попытки это реализовать, но так в полном объеме этого и не сделали. Надо предусмотреть возможность участия и зарубежных атлетов, что придаст состязаниям зрелищность и остроту борьбы. Сделает их привлекательными как для зрителей, так и для принимающих их регионов. Прошу правительства обеспечить подготовку и проведение таких спартакиад. Первой площадкой для проведения спартакиады готов стать Краснодарский край. В регионе для этого есть вся необходимая инфраструктура. А на примере Сочи Кубань уже доказала, что может быть центром спортивного притяжения. Третий год подряд у нас Краснодарский край – это лучшим регионом по развитию спорта. Это очень чувствуется и по наплыву желающих заниматься, и художественной гимнастикой. Если для сравнения могу назвать такие цифры, в 2011 году у нас было 60 всего спортсменов в школе, сейчас уже 628 на сегодняшний момент. И очень много деток приводят, вот даже есть платные группы, потому что спорт начинается с 6-7 лет, а до этого детки все-таки должны… Ну, как мы все знаем, что для художественной гимнастики, наверное, это уже достаточно поздно. То есть в 4-5 лет, как правило, дети начинают заниматься художественной гимнастикой. Ушу тоже в этом возрасте у детей можно очень хорошо развить гибкость, потому что еще не крепли кости, еще достаточно мягкие связки, и, в общем-то, гибкость – это вот для 4-5 лет очень хорошо развивается. Поэтому и в ушу, наверное, хорошо, когда дети приходят, чем раньше, тем лучше. А требования такие, что сейчас все родители, если раньше говорили, мы пойдем на танцы, нам не нужен этот спорт, то сейчас, наоборот, есть стремление, родители хотят, достаточно высокая конкуренция. Вот в нашем городе около, наверное, тысячи сейчас, может, даже уже около 2 тысяч детей занимаются художественной гимнастикой. Сушу немножко сложнее, потому что там меньше тренеров, обученных и знающих вид спорта. Ведь спорта очень редкий, редкий и для нашего региона, и для Краснодарского края. Вот, как мы уже подчеркивали, сочинцы достаточно высоко выступают. А, например, еще она в двух или трех городах всего, в Краснодаре и в Новороссийске ушу развиты. Если мы будем говорить про художественную гимнастику, то, наверное, в каждом поселке, в каждой станице Краснодарского края создаются. Вот сейчас в Адгее хороший комплекс построили, там тоже пригласили специалистов с севера, там развивается хорошо художественная гимнастика. И, конечно, вот эти олимпийские базы дали возможность детям готовиться и тренироваться в Сочи, не уезжая для этого в Новогорск, в Москву, на вот эти, ну, другие базы. Потому что уровень очень хороший сейчас здесь. Вот с Ирой Аненковой мы готовимся сейчас в Сочи. Если раньше мы к детской олимпиаде готовились в Москве, то сейчас уже это, ну, спортивные базы дают возможность подготовиться, не уезжая из любимого города. Ну, край действительно большое внимание сейчас уделяет спортивной отрасли. Ну, и это внимание как-то на местах здесь чувствуется? Ну, чувствуется безусловно, потому что мы смогли так развиться благодаря и финансированию, благодаря развитию баз. Сейчас на школах очень много родителей не могут привезти, например, в спортивный комплекс. Очень много у нас тренеров работают в общеобразовательных школах. То есть после окончания школьных занятий детки приходят в секцию художественной гимнастики, а уже дети, которые постарше, которые могут ездить сами, они приезжают в спортивный комплекс. А губернатор во время советов по спорту подчеркивает и подчеркивал всегда, что спорт должен быть массовым. Сейчас, когда Сочи стала спортивной столицей, безусловно, много детей, как вы сказали, интересуются спортом, и даже их родители, о том, что наплыв ощутим, вы тоже сказали. И в итоге сколько же воспитанников сейчас в вашей школе? Сейчас 628. 628 – это официальные, которые занимаются на бюджетных местах. Плюс еще, наверное, 60 человек у нас занимаются в платных группах. Это дети, которые не достигли возраста зачисления, то есть это раньше 6 лет. Либо детки, которые пришли уже поздно, они еще не готовы сдать нормативы, они занимаются в платной группе. Есть и такая у нас платная группа. Потом, когда они готовы сдать, они переходят на бюджетное место. Но это много? Вот 600? Ну, это очень много на самом деле для той же художественной гимнастики. И, в принципе, зал маленький, но вот сейчас благодаря департаменту спорта мы арендуем побольше зал в СГУ. Там больше у нас детей, старшие дети тренируются в СГУ. Вот, благодаря аренде, которая выделяется городом. Естественно, благодаря вот этому всему финансированию развирается материально-техническая база. Вот мы приобретаем сейчас и ковры, и улучшаем условия. В спортшколе мы поставили сейчас кондиционеры. Ну, то есть, чтобы зал, конечно, жарко. Чтобы комфортнее было деткам. Да, да, тренироваются залы все равно. Они там проектировались в прошлом веке. И, естественно, они, не учитывая то, что уже сейчас мы все привыкли к комфорту. Ну, это все приводится в порядок. Все очень хорошее построено в Краснодаре база чемпион для подготовки сборных команд Краснодарского края. У нас дети туда тоже входят, нас приглашают туда на сборы. Мы выступаем там на соревнованиях. И благодаря этим базам, в общем-то, дети имеют возможность участвовать в такого высокого уровня условиях. Это не то, что просто первенство края, но проходит в условиях, как чемпионат мира, как чемпионат России. Конечно, это хорошо. Потому что, когда первый раз, раньше мы, когда первый раз приезжали на гран-при, дети видели трибуны до потолка. И они уже боялись даже входить на ковер. Потому что, ну, они привыкли к обычным спортивным залам, где сидят зрители на скамейках. И, ну, это для них пугало сначала, увидеть миллион зрителей. А сейчас, конечно, благодаря такому развитию спорта и популярности спорта, мы сейчас очень много событий, где дети приходят, посещают. Чемпионат России в прошлом году у нас не смог поместить Югспорт. И приходилось вот только по аккредитациям людям проходить. Что же говорит о том, что популярность очень высока? Однозначно. Кадровый вопрос. Педагоги спортшколы, кто они? Ведь тренеры – это важная составляющая спортивной школы. Ну, в художественной гимнастике у меня все девочки, практически все мастера спорта. Они наши воспитанники, они работают сейчас с нами. А в УШУ, вот я уже говорила, что Екатерина Алексеевна Мухадановна. Мухаданова, она мастер спорта России. И Павел Дмитриевич Макаров. Сейчас вот еще у нас тренер Шамбин Василий Васильевич. Это сочинский уже как бы тренер, который сам мастер спорта международного класса. Вот три человека в УШУ всего пока тренеров. Но в УШУ как-то сложнее, но не так популярно. И не так много людей, которые знают реально этот вид спорта. Но несмотря на это результаты достаточно высокие. И это хорошо. А вот на Ваш взгляд, сам спорт, что он воспитывает в молодом поколении? Ну, наверное, самое важное, чего сейчас немножко не воспитывает школа, это дисциплина. Потому что в спорте без дисциплины невозможно ничего. Дисциплина и трудолюбие. Чтобы достигнуть очень высоких результатов, надо очень много работать. В художественной гимнастике может тренировка идти до 8 часов, пока не получится, пока не сложится. И, ну, я думаю, что если спортсмен готов тренироваться 8 часов, как рабочий день, да, и при этом нужно очень интенсивно тренироваться, то, ну, я думаю, что это пригодится, но потом везде и всегда. Мы все любим дисциплинированных и трудолюбивых людей. А есть ли какие-то планы? Наверняка они у Вас есть. И какие задачи ставите на ближайшее время? Ну, самое важное, наверное, чтобы для детей создать такие условия, чтобы они могли расти дальше. Это касается УШУ и художественной гимнастики. Вот, ну, надеюсь, что это все возможно. Я вообще очень рада, что сейчас в нашем обществе важно для родителей и для детей заниматься спортом. Идет вот эта такая хорошая политика, что детки должны быть не только заняты, а заниматься физически, развивать себя. И благодаря вот этой поддержке края, министерства спорта, мы можем заниматься спортом во всей полноте этого проявления. То есть дети участвуют в соревнованиях. Очень много выступлений у нас в городе проходит. Краевые соревнования. Сейчас привлекают такие крупные соревнования, как чемпионаты России, первенства России. Конечно, когда дети видят этот уровень, они больше начинают понимать, они больше начали, ну, как подражать, да. Раньше мы только в Москве могли поехать специально посмотреть. Сейчас такая возможность. У них есть в Сочи, в крае. И даже вот эти вот шоу цирковые и спортивные, они тоже... Мотивируют. Да, да, очень мотивируют на спорт. В общем-то. Так что не зря мы спортивный город. Действительно, мы соответствуем. Поддержка идет министерства, губернатора. Они развивают, есть программа поддержки молодых специалистов. Вот Павел, о котором мы говорили, он получает дотации краевые. В общем, заслуженные тренеры сейчас получают у нас тоже дополнительные дотации с края. Ну, спорт стараются и финансово поддержать, и морально развить его максимально. То есть, ну, когда ты приходишь, видишь, что это все дает результат. Если сначала я начинала, вот я занималась сама гимнастикой, а потом осталось тренировать детей. И сначала это было на уровне то, что это просто нравится. Сейчас мы видим, что есть такая возможность, не переезжая в Москву, не переезжая в Питер, где есть база гимнастическая, в Сочи выйти на такой высокий уровень. Спасибо огромное, Василиса Александровна, за участие в нашей программе. Удачи и успехов вам и вашим воспитанникам. Спасибо вам, что вы пригласили. Надеюсь, это будет не разовая акция. Мы всегда готовы к вам прийти. Спасибо огромное. Ждем вас снова. Возможно, потом еще и с воспитанницами, с нашими. Всегда ждем вас. Чтобы показать их, какие они у нас замечательные. С удовольствием, с удовольствием. Напомню гостям нашей программы. Сегодня была директор спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Василиса Тодоренко. Будьте в курсе всех событий своего города. И до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»